Доброе утро! Сегодня у нас 30-й каст нашей ежедневной передачи, которая называется «Завтрак с Библией». И вчера я проводил вебинар, достаточно такой, ну, я считаю, насыщенный был информацией, но одна из тем, о которой мы говорили вчера, была именно ответственность. И вот об ответственности я хотел сегодня поговорить, потому что как раз вчера читал отрывок из Библии прямо на этом вебинаре, и сегодня хотел бы тоже этим отрывком поделиться с вами. Смотрите, открываем книгу Бытия и видим, что Бог насадил сад в Эдеме, посадил там человека и заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты можешь, ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И в этот момент как бы он сообщил Адаму, что от этого дерева есть нельзя. То есть он сказал, вот я не хочу, чтобы ты ела от этого дерева. То же самое знала и Ева. И когда пришел змей-искуситель к Еве, он сказал ей, чтобы она попробовала от этого дерева, но Ева ему ответила и сказала жена змею, это уже третья глава, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте, и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. Таким образом, Ева точно знала, что Бог, то есть создатель, который все это создал и поселил в Ифрадском саду, не хотел, чтобы они ели от этого дерева. Но тем не менее, она видит, что плод написано хорош и красив, и хорош для употребления, и съела его, мало того, накормила своего мужа. Оба они знали, что этого делать нельзя. То есть они сделали свой выбор. И в данном случае, по идее, если все должно развиваться, что называется, по сценарию порядочного человека, он должен был взять на себя ответственность за то, что он сделал. Но ответственность не последовала. Мы за все свои поступки, хорошие или плохие, должны нести ответственность. Ответственность не последовала. И что произошло дальше? Они поняли, что они натворили какую-то ерунду, что они совершенно плохо поступили. И это мы видим вот из стихов, начиная с седьмого. И открылись глаза у них, у обоих, и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего по раю во время прохлады дня. Смотрите, они услышали голос Бога, ходящего по раю. Они знали, как слышится голос Бога. То есть, это не слон шел, не тигр, это шел Бог. Они это видели. И что происходит дальше? И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? И он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. То есть, он уже понял, что что-то у него не то. То есть, это было первое чувство стыда. И за это бы понести ответственность, потому что он понял, что сделал что-то не то. Бог спрашивает его, не ел ли ты от дерева, которого я запретил тебе есть? И тут впервые, пожалуй, появилось вот это вот перекладывание ответственности на других. Мало того, что человек избегает ответственности тем, что он говорит, это не я. Он еще и наезжает на того, кто создал, как говорится. Говорит Адам, это не я. Адам, вот 12 стих. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева и ел. Бог жене говорит, что ты такое сделала, жена сказала, это не я, это змей обольстил меня, и я ела. Кто пострадал, змей? Ну, он пострадал, будем говорить, заслуженно, потому что в результате основной виновник понес наказание. Но понесли наказание и все причастные к этому преступлению, будем так говорить. То есть результатом вот этой вот безответственности мы, в общем, в кавычках, наслаждаемся сегодня. Если бы, возможно, Адам и согласился бы на то, чтобы не есть. То есть он в первую очередь сказал бы Еве, подожди, как, почему, не разрешали же. Сказали там Богу, попросили у него прощения. Возможно, на этом Библия бы и закончилась. Мы сегодня все были бы теми же детьми Адама, но жили бы в раю. Но плоды безответственности мы пожинаем сегодня. Так же в нашей жизни бывает. Мы обычно, перекладывая ответственность на другого, в конце концов, кто-то пострадает. Да, кто-то пострадает. Но мы пострадаем не потому, что мы были первыми зачинщиками этого. Мы пострадаем потому, что мы переложили ответственность на другого и отказались взять ее на себя. И об этом мы как раз вчера говорили на нашем вебинаре. О том, что человек, который находится в состоянии мастера, не жертвы, как написано на спине, а жертва, где у него все обстоятельства, обстоятельства это не я, это другие, это мне дали, мне предложили, мне рассказали, а именно мастер находится у меня за спиной, то есть я создаю свои обстоятельства. И здесь в первую очередь является ответственность. Ответственность за все, что мы делаем, включая наши действия, включая наш выбор, включая наши слова. Если мы отвечаем за то, что мы делаем, то мы фактически выстраиваем правильные отношения. То есть, возможно, какое-то наказание будет, потому что у любого действия и бездействия есть последствия, но возможно, что это наказание будет, ну будем так говорить, обличающим, и мы никогда больше не вернемся к этому греху, нежели мы потом всю жизнь будем страдать от того, что мы не взяли на себя ответственности, пострадали фактически, может быть, даже и невинные люди из-за этого. Поэтому вот об ответственности как раз стоит всегда задумываться, что мы, как мы потом будем нести ответственность за наши решения, за наш выбор, за наши действия или бездействия. История этого еще библейская, с этого началось все, и чтобы не быть причастным к этому, ко всему, стоит задуматься над тем, как ответственность на себя брать, за что брать, или если вы изначально не собираетесь брать на себя ответственность, не беритесь за это дело и так далее. Ну, вот это все, что я хотел вам сказать. Пусть у вас будет сегодня благословенный день. У тех, у кого сегодня воскресенье, благословенное вам служение. А мы с вами увидимся завтра. Завтрак из Библии. И поговорим еще на какую-нибудь тему, которую Господь положит на сердце именно завтра. Всего доброго. С вами был Валерий Станкевич. Завтра из Библии. Подписывайтесь на канал. И следите за нами. Приходите на наши эфиры. Пока.